Друзья мои, дорогие, любители архитектуры и не любители архитектуры, для меня большое счастье в последние годы сотрудничать со той значимой и значительной организацией, коей является на приз. Долгие годы какие-то были разночтения, разногласия, которые приводили в конце концов к огромным потерям в профессии. Наконец, последние годы, это уже, наверное, года три-четыре, мы, как близнецы-братья, взявшись за руки, мы, я имею в виду с архитекторов России, на приз, строим какие-то общие планы, идем к каким-то общим целям, в частности, закон об архитектуре. Этим законом занимались десятилетия в последнее время, лет 25 примерно, со дня смерти старого закона, а он пожил совсем недолго, с 95-го, примерно до 95-го и пожил. В конце концов, когда знающие люди, знающие организации, знающие профессионалы взялись за это дело, я имею в виду руководство на приз, руководство Союза архитекторов и руководство Академии архитектуры и строительных наук, процесс резко сдвинулся с места и надеюсь, что в начале 20-го года окончательная редакция закона будет завершена, знаю, что Михаил Михайлович приложит эти усилия и знаю, что, по крайней мере, при этом созыве Государственной Думы закон будет принят. Поэтому еще раз, друзья мои, с праздником вас и с надеждой на наше светлое будущее. Ну все, хватит. Спасибо, Михаил Михайлович. Я очень рад был услышать эти слова от нашего выдающегося архитектора, народного архитектора Николая Ивановича Шумакова и должен сказать, упомянутые годы нашего тесного сотрудничества, они как раз возникли с тех пор, как Николай Иванович был избран президентом Союза архитекторов. Действительно, у нас сегодня неразделимые представления о наших перспективах дальнейшей деятельности. То есть у нас вот этот тандем, который возник благодаря правильному нашему пониманию, адекватному той деятельности, которой мы служим, и всему тому, что мы можем привнести своими усилиями в дело развития нашей архитектуры, а это все, естественно, делается на благо людей, мы и сегодня разрабатываем и прикладываем много сил к тому, чтобы вышел закон об архитектурной деятельности, который должен определить место и ответственность архитектора в нашем обществе. Место и ответственность архитектора, они очень высоки, но это не всегда понимается, поэтому роль архитектора должна быть законодательно зафиксирована, и таким образом мы получим законодательную базу для реализации наших планов. Эти планы, прежде всего, естественно, связаны с теми планами, которые нам, как говорится, они изложены в национальных программах развития нашей страны, и мы, естественно, служим нашему Отечеству и делаем все возможности, чтобы 20-й год, он действительно был годом, когда вышел наш закон, совместно разработанный Союзом архитекторов, Национальным объединением изыскателей и проектировщиков и Академией архитектуры. И я думаю, что этим и радостным событием начнется 20-й год. И хотелось бы пожелать, чтобы этот закон был в 20-м же году и принят в Государственной Думе. Вот наши планы на будущее. Мы приложим все усилия, чтобы это реализовать. Безусловно, мы приложим все усилия, и очень хочется сказать, что закон носит стратегический характер. Михаил Михайлович вспомнил, как Корбюзье, великого архитектора французского, сняли с конкурса, потому что он в условиях конкурса не выполнен, не сделал проект китайской тушью. Вот мы до китайской туши не должны доходить, мы должны определить роль и значение архитектуры и архитектора в обществе. Еще раз с Новым годом! Еще раз с Новым годом, друзья! Всех вас любим! Субтитры создавал DimaTorzok